Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. Международный Олимпийский комитет не изменил позицию по санкциям в отношении российских спортсменов. Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс после заседания исполкома. Таким образом отстранение российских спортсменов, в том числе фигуристов, продолжается. Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков высказался о переходах российских спортсменов в другие сборные. Сообщалось, что с начала года организация получила 19 запросов от фигуристов на смену национальной команды. Честно говоря, я их не считаю, потому что запросов поступает достаточно много. Точную цифру вам подтвердить не могу, сказал Горшков. Тренер Артур Менчук рассказал, какие элементы чемпиона Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский будут исполнять на контрольных прокатах сборной России. Конечно, мы сейчас готовимся выступаем. На петербургских прокатах ребят нет, но на прокатах Федерации фигурного катания на коньках России будут. Будет ойлерный каскад из двух тройных Сальховов и Риттбергер, работаем дальше, ничего не меняется, сказал Менчук. Контрольные прокаты пройдут 24 и 25 сентября в Москве. Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о сотрудничестве с американским тренером Рафаэлем Арутюняном. Мы с ним созваниваемся иногда, он дает консультации. Когда я сильно рос, сейчас уже не так, то приходил на тренировку и забывал, как прыгать. Мог позвонить ему и спросить, что делать. Арутюнян говорил, что все просто рассказывал, что делать. А так обсуждаем стратегию программ, как делать прыжки во второй половине программы и так далее, сказал Гуменник. Российский тренер Кирилл Давыденко рассказал о переживаниях фигуриста Андрея Мазалева после 19-го места на Олимпийских играх в Пекине. Первое, что хочу сказать, внимание Андрея на неудачной Олимпиаде я не акцентировал и ни разу ему не говорил, например, после плохой тренировки, а вот вспомни, что было, плохо будешь работать, опять такое повторится ни в коем разе. Андрей, мальчик очень чувствительный, и у него память хорошая. Я давно его знаю и уверен, что какие-то вещи он очень хорошо помнит и в душе из-за них переживает. Просто он довольно закрытый человек и не показывает этого, но по взгляду, по включенности какой-то при общении я это чувствую. Поэтому тот объем переживаний, который у него есть, я считаю более чем достаточный, и включать какие-то дополнительные триггеры не нужно. А потом, ведь человеческая память так устроена, что просто так что-то взять и стереть из нее невозможно. Переживания из нее не выкинешь, поэтому я и не напоминаю Андрею про Олимпиаду вообще ни в каком контексте. Если скажу, забудь и не переживай, это сработает как триггер, может быть он как раз и стал забывать. А тут я взял и напомнил. Я вообще не верю во фразу «время лечит», перефразировал бы ее так, время притупляет, притупляет какую-то остроту ощущений, но стоит только появиться раздражителю, в любом виде, так сразу в голове всплывают какие-то моменты. Я уже не раз говорил, что Андрей не раздолбай. У каждого человека, понятно, есть некая доля лени, но он не халтурщик. Тыкать его носом, как нашкодившего котенка лишний раз в его неудачу нет никакой необходимости. И так он самобичеванием достаточно занимается, я это знаю, и перегружать ему голову нет никакого смысла. Поэтому я после каждого старта говорю ему, Андрей, это очередная ступенька, очередной опыт в твоей жизни. Извлекай уроки, думай, анализируй. Какие-то вещи, конечно, мы и вместе проговариваем, но в целом то, что мы проговариваем, мы потом забываем. Не в том смысле, что нажали кнопку делит, а не поднимаем этот вопрос более в наших дискуссиях, сказал Давыденко. Также он поделился мнением о мотивации российских фигуристов для продолжения карьеры в условиях отстранения от международных соревнований. Есть несколько факторов, которые помогают с этой ситуацией справиться. Первый — любовь к тому, что ты делаешь, и вера в то, что в ближайшее время это отстранение закончится. Наверное, не проявятся сейчас те, кто по-настоящему любит свое дело. Второе — еще раз огромную благодарность выражу Федерациям фигурного катания России и Санкт-Петербурга за их поддержку спортсменов. У нас будут проходить турниры с призовыми. Размер гонораров нам не озвучивали, но в данном случае важно то, что спортсмены будут за свою работу получать деньги. Для них, как ни крути, это хорошая мотивация. Будут красиво организованы эти турниры, с поддержкой Первого канала и других СМИ. Для спортсмена это также важно, потому что он будет чувствовать, что о нем не забывают, о его труде будут говорить. Наконец, конкуренция в российском фигурном катании на данный момент высока, у нас есть с кем соперничать. А у нас страна большая, внутренней конкуренция очень острая и интересная. Это тоже будет подстегивать спортсменов к тому, чтобы не вешать нос, становиться лучше и побеждать. А за ними, как следствие, будет потягиваться молодежь. Видя, что спорт развивается, ведущие атлеты никуда не уходят, по телевидению их показывают, деньги они получают, юниоры получат отличный стимул прогрессировать и потом приходить на замену лидерам, сказал Давыденко. Российский фигурист Макар Игнатов прокомментировал свое выступление в произвольной программе на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. В начале проката Игнатов плашмя упал с четверного Риттбергера, затем он прыгнул четверной сальха в тройной тулуп, тройной аксель, четверной тулуп, двойной аксель, двойной тулуп, одинарный аксель, двойной тулуп, а в конце упал с тройного флипа. Это рабочий момент, так бывает, это спорт, никто от этого не застрахован. Почему-то такие падения зачастую бывают на стартах, может быть психологическое, нет такого, что это для меня обыденное падение, наверное на стрессе, на нервах. Проблемы с коньками тоже есть, но коньки коньками, это никого не волнует. Форма хорошая для этой части сезона, на разминке все сделал, не знаю, почему так получилось с Риттбергером. Контрольные прокаты на той контрольные, чтобы проконтролировать все, говорит спортсмен. Также он рассказал про произвольную программу для этого сезона. Великий Гэтсби, Никита Михайлов ставил, он ее предложил, часть немного изменили, но вылилось вот в это, я был самим Гэтсби. Контент по сравнению с прошлым годом немного усложненный, в прошлом году я прыгал четыре четверных и только один тройной аксель. В этом сезоне один четверной перекинули во вторую половину, и будет два акселя, потихоньку в усложнение уходим. Контент уже выкатывал на тренировках, сказал Игнатов. Этери Тутберидзе в недавнем интервью заявила, что не считает жесткими свои тренерские методы и оценила свою жесткость как тренера, по шкале от одного до десяти. Я не считаю нашу команду или наши методы жесткими или уж тем более жестокими. Поэтому, наверное, я поставлю оценку три из десяти. Потому что наша система все-таки носит некий рекомендательный характер. Наш накопленный опыт позволяет нам уже видеть, какие задания давать и какие планы строить. Любой спортсмен имеет право как однократно, так и системно отказаться от выполнения задания. Ну а результат, к радости или к сожалению, мы видим на лицо. Оценка десять, это когда, наверное, тренер настаивает на своих заданиях. Мы не настаиваем, приходим, даем задание, а дальше спортсмен, у нас бывает семь спортсменов на льду, из них три выполняют задание, а четыре ездят по кругу. Просто потому, что не чувствуют себя в тонусе. Вот, к сожалению, если это одна тренировка, ну, ничего страшного. А если это становится системой, то это не будет работать, рассказала Тутберидзе. Также у нее узнали есть ли у нее дружеские отношения с учениками. Нет, дистанцию я держу, если ребенок хочет со мной пообщаться, посекретничать, я с удовольствием это сделаю, но все равно на какой-то дистанции, ответила тренер. Также Этери назвала себя социальной личностью. Я думаю, что я социальная личность абсолютно, я не люблю общество. Я не люблю находиться в толпе, мне не нравится это, поглощает много энергии, и я очень устаю, сказала Тутберидзе. У нее поинтересовались, что для нее важнее талант или трудолюбие. Талант лишь дает человеку преимущество, как фору над другими спортсменами или людьми в какой-то сфере или области деятельности. Но в принципе все равно, трудолюбие развивает талант. Любой талант погибнет без труда, талант — ничто без труда. Юные спортсмены должны понимать, что все, что они делают, они делают для себя, и если они чего-то сегодня не доделали или увернулись от задания, возможно, этого им не хватит завтра, — говорит тренер. Также у нее спросили, где она черпает вдохновение в тяжелые моменты жизни. В работе ты приходишь на работу, твой спортсмен чему-то научился, ты видишь плоды своего труда, это и есть мотивация к работе, пусть маленькие цели. Сегодня маленькие, а вырастут в большие, — сказала Этери Тутберидзе. Фигуристка Инга Гургенидзе, которая еще в прошлом сезоне выступала за Россию, дебютировала в юниорской серии Гран-при, теперь представляя Грузию. О переходе спортсменки из России в Грузию стало известно несколько недель назад. На проходящем в Латвии этапе Гран-при после короткой программы она занимает пятое место. Судьи поставили ей за прокат 58,8 и судя по реакции фигуристки, это значительно ниже ожиданий самой спортсменки. Фигуристка уверенно исполнила двойной аксель, тройной риттбергер, каскад тройной лупс, тройной тулуп во второй половине программы, но серьезно уступила по второй оценке. Пару раз в программе Инга чуть потеряла равновесие, что наверняка тоже повлияло на оценивание владения коньком. Но отставание грузинской фигуристки могут объяснить лишь арбитры, так как компоненты все еще остаются самой субъективной частью судейства. Оценки удивили и спортсменку, она выглядела обескураженной. Потом несколько раз посмотрела на тренера в поисках объяснений. Впереди произвольная программа, а Гургенидзе владеет ультра-Си и еще возможно поборется за место в топ-3. В арсенале фигуристки есть тройной аксель, который в прошлом сезоне она исполнила на первенстве в Казани. Появились кадры постановок программы Александры Трусовой. Фигуристка вместе с тренерами Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхингаузом живо обсуждают элементы и хореографию. Оттачивание программ идет полным ходом. Напомню, Александра в конце июля сообщала, что ей уже поставили короткую и произвольную программы для следующего сезона. Подробнее о том, какие это программы, фигуристка рассказывать не стала. Программы на новый сезон уже поставлены, я их накатываю. Название никогда не озвучиваю заранее, сказала Трусова, добавив, что все все увидят на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 24 и 25 сентября. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках, и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч.